друзья приветствую вас на канале алекс дозор и сегодня вот наконец настал тот час когда произойдет вот это вот столкновение чуть-чуть младшенькой с чуть-чуть старшенькой модельками сегодня у нас с 10 можно сказать про вот серая серый титан против с 10 обычной это синий титан и кто смотрит все мои ролики тут как бы знает я уже немного освещал этот вопрос но может кто-то сейчас первый раз на канале я поэтому быстренько расскажу где-то полтора года назад я хотел купить сенферы мт-300 по моему мт называется 300 точно у них индекс вот и ну они дорого для меня тогда стоили тогда я как бы такую покупку бы не потянул и я вот смотрел на вот эти две модельки мне захотелось что-то попробовать из них и я взял не помню уже какую-то ли синюю то ли серую но это не суть и потом я понимаю что взяв одну не взять другую будет как-то как-то не очень потому что здесь различие в конфигурации небольшое это обе гибридные модельки здесь стоит динамический излучатель и две балансные арматуры здесь стоит одна балансная арматура графики а чиха позже не сильно буквально вот чуть-чуть но отличаются и я еще их не сталкивал в лоб я вот специально этот момент осталось записывают вступление и сажусь их вот прослушивать потому что ну чтобы для чистоты скажем так эксперимента для чистоты этого видео но в моем топ рейтинге от 19 до 55 долларов эти модельки ну между ними разрыв оказался внушительным шоер с 10 про подвинули загс из третьего места и заняли соответственно третье место а шоер с 10 ну были на десятом скажем так до того как заняли эти третье место ну то есть получается сейчас на одиннадцатом месте а вот вы сейчас можете увидеть этот вот топ рейтинг канала вот сейчас выведется на ваши экраны смотрите и поэтому мне ну я уже понимаю что это моделька на несколько голов при при небольшом вот как бы различий между ними в конфигурации в графике а чиха то есть что она уже выигрывает но я еще их не сравнивал вот сейчас я сравню послушаю и тогда вы услышите вот мое мнение и это будет достаточно интересно насколько вот это вот разница ощутима да ну я погнал сравнивать а вы сейчас получите результат друзья и вот наконец настал этот момент да скажем так самый кульминационный момент в этом видео и вообще вот в этом всем эксперименте который длится где-то полтора года полтора года назад я приобрел первый из этих ушек потом докупил вторые не стал брать сэнфер и 300 как как-то как-то этом индекс до конца не помню ну а взял вот это вот лучше пена на центр и взял но что имеем то имеем и поэтому есть такой интересный опыт которым я с вами сейчас поделюсь вот эти вот наушники в моем личном топ рейтинге до 55 долларов так взлетели до небес заняли третье место а эти честно уже так сразу на вскидочку и не вспомню около десятого места вот сейчас жена выведет вот этот топ рейтинге сами посмотрите то есть это самый свежак на данный момент все эти модели уже как бы с таджим олей в них вот в рейтингах в этих комплект поставки я тоже не стал сюда ставить потому что он здесь одинаковый идентичный абсолютно но единственное что здесь кабель оказался без гарнитурного блока коробочки как бы кисики всю амбушюрки все одинаково вот поэтому посмотрите вот ссылочка сейчас на обзор вот этой вот старшей версии всплывает вслед за ними всплывает ссылочка на обзор младшей версии и я еще недавно снял сравнение между их кабелями так как два одинаковых кабель один с гарнитурным блоком другой без и вот на них вот следующая ссылка там буквально с разницей в пару-тройку минут парад ссылочек такой сейчас проект произойдет так что если надо посмотреть обязательно но мы сейчас говорим не об этом мы говорим сейчас конкретно а шоер с 10 с 10 blue и здесь сеть как бы какие-то они там серый зеленый green по-разному короче это серый титан а это синий титан это про версия с двумя арматурами одним динамиком это этот самый версия с одной арматурой и с одним динамическим излучателем вот и я начинаю слушать вот но не поверить в наш обзор честный я вообще не буду как бы ничего умолять я вообще расскажу то что со мной произошло и какой опыт я получил я ставлю вот этот балансный кабель так как у меня здесь нету чисто серебряного кабеля на mmsx коннекторах у меня есть посеребренный гибридные то есть посеребрянная медь и обычная медь тоже от singh кабелёчек балансный на два с половиной подключаю филки и третьему у меня есть хороший выход на два с половиной на 4 и 4 пентакон темнит немножечко буквально об этом тоже есть видео вот на него ссылка интересно ссылки у меня закончится или нет а вот их 5 всего можно на видео понятное дело да я подключаю все сажусь думаю сейчас думаю включу моделечку попроще а потом как бы моделечку по сложнее да я включаю слушаю слушаю меняю потом на про версию и понимаю что я разницы практически не слышу нет она есть но не такая чтоб эти были как бы на третьем а эти где-то там за 10 нет не такая разница ну то есть как бы она вот такой вот в общем это маленькая в нее надо вслушаться что-то чтобы вот 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 эти показались такими менее внятными скажем так я слушаю я их меня у меня уже уши устали я туда сюда тягают переключаю меняю альбом этом акустический классика металл джаз и ну вот ну я понимаю что разница есть но не настолько я думаю как я баран извините да запихнул эти как бы так намного ниже этих если судя по всему они там вообще вот следом за ним в носик в носик должны идти ну я думаю подожди а возьму какая небалансный кабель вот такой синж он указан как чисто медный но он видите вот в матерчатой оболочки на все на все эти кабеля есть отдельные обзоры тоже есть топ все на канале как бы ссылки кончились ищите сами и думаю поставлю посмотрю как это дело на небалансном вот как бы ну я все сравнения проводил на нем ну то есть насколько мог и там вот тот вот серебряный от синж ну это тоже один кабеля ну и тот серебряный ставлю этот кадр и вот тут я сразу ловлю разницу вот тут я сразу понимаю разницу и она внятная она весомая и она хорошо чувствуется вас везде одинаковый то есть хороший такой в меру техничный в меру как бы агрессивный в меру там с позиционированием так и в ширину расходится и в глубину уходит тоже ну как бы мы же в этом сином сегменте вообще классно здесь вот как бы ну вот вот в принципе такой же вот ну а середина становится очень очень невнятный ну то есть как по сравнению с этими она действительно становится менее внятной давайте не очень очень невнятной а менее внятной и я понимаю да вот вот я теперь слышу вот я теперь слышу что одной арматурки здесь не хватает то что должно теперь я слышу я не понимаю почему на балансном кабеле этого было практически не слышно это ну это разница была ну то есть очень 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 как бы мало уловима она была ее было слышно но но не настолько скажем так как бы как допустим на обычном выходе три с половиной и если кто понимает почему так напишите пожалуйста в комментарии я честно говоря ну так для себя до конца во мнении почему все-таки так произошло и не определился и мнение до конца не сложно может вы мне поможете в комментариях буду рад потому что вот эта тема для меня действительно интересно вокал здесь нужен более внятный более детальный я не могу сказать что вокал здесь не внятный все нормально здесь с вокала он есть вот они на одинаковом приближению вокальчик что у нас здесь здесь только вот он более здесь в детальный чуть-чуть акцентирование как-то вот акценты в вокале стоят а здесь он более вот чуть-чуть вот сглаженный ну то есть это это на ну ненамного это вот действительно как бы на чуть-чуть только если как бы вот тут эту разницу вообще вот так вот вот так вот не чувствую здесь как бы вот ну вот и так вот на чуть-чуть да то в масштабе вы примерно понимаете что я вам хочу сказать смотрите перкуссия здесь тоже более детальная более разборчивая здесь менее но тоже как бы ну то есть не на это не вот не огромная разница это вот тут ну то есть вот вот ты чуть скажем так его чем в честь здесь почему-то вот точно знаете тут точно не хватает арматуры сразу вот вы честь здесь немножечко сыпучий немножечко как бы такие на языке вертится немножечко тухлей знаете звучат немножечко вот как бы они такие раз пошуршали пошуршали и рассыпались здесь более натуральные здесь более такие металлические ближе как бы и то есть как бы здесь хвостики шлейфы прорисованы больше как бы ну то есть более эффектно более красиво здесь они тоже есть но сравнение с этими наушниками они начинают как бы так теряться они более как размазаны и не такие вот четкие как здесь но опять такие на балансном кабеле единственное что слышно что чуть-чуть каплю сыпучий вот здесь в че самую каплю разницы как таковой почти не было и теперь ну вот вот такой вот эксперимент я живу может вы что-то знаете может вы что-то скажете а я вам рассказал то что сам узнал мне было это очень любопытно и я был реально очень сейчас удивлен когда я услышал что они вот так звучат в принципе одинаково так разница ну пусть ощутимая нормально ощутимая если в улице я бы сто процентов взял бы вот эти в эту сторону бы даже не смотрел а тут бы если перслушал бы на этом балансном кабеле я бы призадумался зачем платить больше ведь эти наушники стоят дороже ладно я с вами поделился своим опытом я надеюсь он вам будет полезен или хотя бы просто интересен а теперь давайте пустим нашего пушистого эксперта мистера и сена он же белок пусть он выберет какие больше ему понравятся ушки полетели друзья вот такое получилось видео вот такое сравнение вот такой эксперимент в принципе ради этого я их и брал и остался ну не разочарован я получил опыт который который мне был очень интересен а теперь давайте посмотрим что скажет вот это вот пушистое чудо по поводу двух версий одинаковых наушников ну как одинаковых кавычках одинаковых давай белок ну давай выбери что-нибудь ну выбирай выбирай я смотрю губа не дура или все-таки дура все-таки не дура выбрал получше выбрал прошить куда не даром она третье место заняла в топ рейтинге да в моем от 19 до 55 долларов а вот сейчас ссылочка на тот топ рейтинг который я снимал мы еще тогда без этих наушников ну как бы если интересно обязательно посмотрите да иди ко мне назад видели к синим даже не пошел даже не посмотрел в их сторону выбрал те что повзрослее молодец молодец все друзья был очень рад просветить вас в этом моменте себя и вас всех влюблю всех жду в следующем ролике обязательно до скорых встреч и до свидания мирного неба вам над головой